МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но вначале коротко об основных событиях. Представители администрации района встретились с жителями, чтобы рассказать о ходе работ по возведению канализационно-насосных станций и коллекторов в микрорайонах Купеленка и Завидное. Провели полную реконструкцию двух аэротенков каждой емкостью по 1200 кубометров. Научиться новым видам искусства или же увидеть работу участников мог каждый желающий на традиционном мастер-классе «Юные таланты Москвы». И уже дети обучают детей. И они между собой соревнуются, дети, как мастера. В сельском поселении совхоз имени Ленина прошел благотворительный музыкальный фестиваль «Звездный сад». Самая большая цель этого мероприятия – показать всем, что у нас у всех равные возможности, равные силы. В микрорайоне Купеленка прошла встреча активных жителей с администрацией района и представителями организаций, причастных к возведению канализационно-насосных станций и коллекторов. Здесь КНС уже начали возводить в Завидном. Подобные работы еще предстоит начать. Как обстоят дела сейчас и когда планируется ввести в эксплуатацию долгожданные станции, расскажем в нашем сюжете. Совсем скоро жители микрорайона Купеленка смогут наконец-то дышать полной грудью. КНС уже начали строить. Планируется завершить работы в третьем квартале этого года. Работы ведутся с февраля. Был подготовлен котлован. Станспециалисты сделали укрепление его нижней части, а затем занялись строительством арматурного пояса. Закуплено полностью все оборудование. Оно находится на складе в Москве. Это насосная группа, включая два насоса. Это, соответственно, арматура, ну и различные соединения. Соответственно, после 30 июня начнется монтаж оборудования. И мы планируем в третьем квартале, Валерий Николаевич нам ставит задачу к 1 сентября завершить этот объект полностью с тем, чтобы мы могли уже подключиться, соответственно, к нашим напорным коллекторам. Ранее было закончено строительство канализационного коллектора из микрорайона Купеленка до Видновской КНС на Старонагорной. Проложили две трубы длиной 4900 метров. Сейчас коллектор подключен к станции и полностью работоспособен. В строящейся канализационно-насосной станции установят оборудование для озонирования, которое полностью исключит возможность распространения неприятных запахов. А чтобы жителям жилось комфортно сейчас, были произведены работы в ныне действующих аэротенках. Мы полностью по просьбам жителей, для того, чтобы устранить запахи в этой части, провели полную реконструкцию двух аэротенков, каждой емкостью по 1200 кубометров. Поставили дополнительное оборудование, поставили озонатор, который сегодня осуществляет связь между атмосферным воздухом и внутренними частями. И на сегодняшний день запах практически отсутствует. После того, как КНС построят и ведут в работу, предстоит решить, что делать с временными очистными сооружениями и территорией вокруг них. Затем участники встречи перешли к ситуации в микрорайоне «Завидное». Сейчас власти ждут утверждения межведомственной комиссии конкурсной документации на проектирование КНС, которая должна произойти на днях. Затем проект направят на торги. Планируется, что в зимний-весенний период следующего года уже можно будет приступить к строительно-монтажным работам. Обсудили также будущее благоустройство береговой линии и санитарную очистку самой купеленки, которой предстоит приступить после обследования состояния реки в июне этого года. Первый этап – это пройти по береговой полосе, определить несанкционированные источники, ну и, в общем-то, узаконенные источники сброса, ликвидировать. Следующий этап – это санитарная очистка. То есть это как раз от захламленности, о чем мы сейчас говорили, и от различных порослей, деревьев убрать с береговой линии, ну, в общем, почистить береговую линию. Светлана Земцова живет в микрорайоне Купеленка уже три года. Говорит, за это время река изменилась до неузнаваемости, и ее в буквальном смысле нужно спасать. Местные жители мечтают, чтобы уже в ближайшем будущем около чистой реки расположилась парковая зона с часовней. Очень радует, что возобновились работы по строительству КНС «Ковидное». Очень радует, что «Завидное» скоро выйдут на торги. Обновится дорожная карта по всем мероприятиям. Вместе с Валерием Николаевичем Венцелем будем следить. Присутствующие на встрече приняли решение собираться раз в две недели по пятницам, чтобы общественность могла держать под контролем ситуацию в проблемных микрорайонах. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное» ТВ. Более трех десятков лет отдал работе на станции скорой помощи врач Сергей Куликов. За это время он сохранил жизнь и здоровье сотням людей. Но сейчас самому доктору нужна помощь. Сергей перенес сложную операцию, теперь ему необходимы средства на реабилитацию. Друзья и родственники помогают, но этого недостаточно. Уже полтора месяца у Сергея Куликова каждый день как праздник. Он перенес операцию по трансплантации печени. Фактически родился заново. Правда, жизнь теперь стала куда сложнее. Приходится принимать достаточно много препаратов, то есть около 30 таблеток в день. Многие, которые являются иммунодепрессантами, то есть они, которые предотвращают отторжение. Но и они дорогостоящие, если в месяц их присчитать, что 40-50 тысяч выходят только на вот эти вот препараты. Оплачивать все расходы приходится самостоятельно. Несмотря на помощь друзей, денег катастрофически не хватает. Процесс получения статуса инвалида довольно сложный. В этом деле ему помогает сестра Анжелика. Конечно, приходится побегать по кабинетам. Приходится много нового узнал. Он для себя никогда этим не занимался. Но мы рождены давно, так что к Волоките привыкли. В эти двери на протяжении 35 лет доктор Куликов заходил как в дом родной. Всего 4 месяца он на больничном. Окажется целую вечность. Это диспетчерская, в принципе, самый главный пункт, где приходится прием вызовов, где передача вызовов бригадам. Это комната для приема пищи, как вы видите, тоже пустая. В коридорах действительно пусто. Все бригады уехали на вызовы. Работа это нелегкая, но медики не привыкли жаловаться. Это очень тяжелая профессия, очень требующая большую самоотдачу, требующая сопереживания и быть готовым всегда прийти на помощь. Сергей Викторович именно такой человек. Теперь этот человек сам нуждается в помощи. Как известно, с зарплаты врача многого не накопишь. Главное богатство этих людей – благодарность пациентов. Приходилось обращаться за помощью, за медицинской, вызывать скорую. Врач высокой квалификации, добродушный, сердечный, очень такой человечный, вот которому можно все доверить. Друзья помогают, чем могут, но расходы слишком велики, а у многих из них свои проблемы, которые нередко решал Сергей Куликов. Жене делали операцию по хирургии, по онкологии. Операция была тяжелая. Мы какое-то время пролежали в больнице. Когда выписывали домой, у нее была еще температура 38-38,5. Сергей пришел нас навестить и определил, что у жены, оказывается, кроме всего прочего, еще и воспаление легких. В течение нескольких дней приходил к нам, ставил, вылечил ее от воспаления легких. Дал нам шанс бороться дальше с тяжелой болезнью. Сергей не отчаивается, он уверен, что мир не без добрых людей. И точно знает, что однажды он опять сможет помогать тем, кто в нем нуждается. Это через год, но, скорее всего, через два, возможность снятия инвалидности и работы по профессии. Если я смогу работать, то, конечно, пойду работать обязательно. Помочь талантливому врачу несложно, перечислив любую сумму на его карту. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. Конкурс мастер-классов «Юные таланты Московии» традиционно проводится в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Научиться новым видам искусства или же увидеть работу участников мог каждый желающий. Что приготовили конкурсанты в этот раз, расскажет наш корреспондент Арсений Рогозянский. Возле кинотеатра «Искор» проходит конкурс мастер-классов «Юные таланты Московии». Представлено 73 площадки различных видов творчества и искусств. А самое интересное, всему этому учат дети. Мастерами у нас в этом, ну как, я не знаю, событии являются дети. Они обучались год или два кто-то и сегодня дают мастер-классы. И уже дети обучают детей. И они между собой соревнуются, дети, как мастера. Участники конкурса прибыли из девяти районов и округов Подмосковья. Каждый творческий коллектив проводил свой мастер-класс. Лепка из глины, оригами, рисование – здесь, кажется, было практически все. Например, девятилетняя Полина Тен из Видновского шахматно-шашечного клуба демонстрировала свои умения на клетчатой доске каждому желающему. Я рассказываю, как играется венская партия. А можешь показать сейчас? Да. Покажи. Я выходаю в девять. Девять. Конь С3, конь А6. После чего на шахматных досках был разыгран славянский гамбит, открытый турнир, название которого имеется прикосновение с тематикой мероприятия. Эти мастер-классы проходят в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. А для нас это очень важный праздник. Праздник, связанный с нашей историей. И в том числе с историей зарождения христианства на нашей земле. Во время мастер-классов проходил концерт, на котором выступили народные коллективы с песнями и танцами. И все же явное большинство собравшихся желало изучать новые, а порой и необычные художественные ремесла. Подожди, пока соба подсохнет. Конкурс пооценивался по четырем номинациям. Лишь одна из них за лучший сценарий мастер-класса была предназначена для педагогов. В остальных выявляли работы детей, которые были главными героями мероприятия. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Да, все хорошо. Они получили большую силу, выполняли интересные задания и получали призы. Родители тоже включились в общую игру. Не менее интересное развлечение ждало участников праздника в зрительном зале. Михаил Циталашвили, уже известный в нашем городе по прошлогоднему фестивалю магии, преподает сценическое искусство в эстрадно-цирковом училище. В этот вечер он преподал мастер-класс всем зрителям, сидящим в зале, научив их делать простой, но любопытный фокус. Он нам больше не пригодится. Оторвали? Что, оторвал, покажите мне. А это потому, что вы дырявые фокусники. Юные, но, несомненно, талантливые артисты, подопечные Михаила Циталашвили, подготовили разнообразные номера. Фокусы, пантомима, вокальные выступления и даже степ. Вместе со своими учениками чечетку исполнил наставник молодых артистов, заслуженный артист России Владимир Кирсанов. Зал рукоплескал, а артисты пообещали, что вскоре вновь приедут в наш город с фестивалем «Видный маг». Два раза в год в сельском поселении совхоз имени Ленина проходит благотворительный музыкальный фестиваль «Звездный сад». Мероприятие всегда сопровождается высадкой деревьев в парке. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Накануне Дня защиты детей в совхозе имени Ленина состоялся традиционный фестиваль «Звездный сад». Для жителей и гостей поселения «Звездный сад» – это настоящий праздник добра, заботы и поддержки. Уже 8 лет во Дворце культуры поселка совхоза имени Ленина проходит благотворительный концерт, на который съезжаются дети с ограниченными возможностями здоровья из разных городов Московской области. Детки из полных семей, детки из детских домов, детки из школ-интернатов. На сцене тоже выступают совершенно разные дети. На самом деле самая большая цель этого мероприятия – показать всем, что у нас у всех равные возможности, равные силы. Ну и, соответственно, просто дать детям радость. Видновчанка Ольга Варламова уже не в первый раз на этом фестивале. Она сама человек творческий и на днях принимала участие в пара «Артиаде» в городе Озеры. Это был конкурс талантов, можно так сказать, между районными городами. И там многие выступали в различных категориях. Ольга выступала в категории «Танцы на колясках» и заняла третье место. За восемь лет у фестиваля «Звездный сад» уже появилась своя история. Из года в год певец Максим Панов выступал перед зрителями со сцены, а в этот раз был приглашен в качестве почетного гостя. Этот концерт уже проводится не первый год, и всегда у меня вызывает теплоту. И очень приятно то, что люди, у которых есть ограниченные возможности здоровья, могут себя показать, и «Звездный сад» в дальнейшем может сыграть какую-то роль в продвижении этого артиста. Детские творческие коллективы не оставили равнодушными никого в зале. Помимо зажигательных выступлений были и трогательные номера от хора православного детского дома «Покров». А во время интерактивной игры на местах не смог усидеть никто – ни дети, ни взрослые. И на счет 10! Все шары должны оказаться у нас на сцене! И раз! Вот! А первый уже здесь! На выходе из зала детям подарили сладкие сувениры и воздушные шары. А традиционным завершением фестиваля стала совместная посадка новых молодых саженцев в парке совхоза. В этот раз высадили лобчатку и можжевельник. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 30 мая, день будет облачным. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь с грозой. Температура плюс 27 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова